Классический великолепенческий аппарат. В общем, он так, холмал, с 4-х минут. Нет, нет, нет. Это гайбутский. То есть, примерно, это фотография и звукожарки сновременно появились. Вот это вот изобретение первого, как бы, фонографа, который еще был не Эдисон. Они примерно в одинаковое время едут во Франции. Где одно? Остановить мировение. Законсервировать, мировое время. Сейчас мы едем. Сейчас идут в обратную сторону. Время невозможно законсервировать, его можно антиконсервировать. Если поток, то вы знаете лучше. Чем занимаетесь? Просто я. Чем занимаетесь? Да. Постоянно. Ну что, теперь больше не выйдет. Сейчас выкачивает воздух. Не почувствует, закрыли или нет. Раз нас закрыли, я так понимаю, что это, наверное, означает начало концерта. Вообще, музыка, она предполагает то, что не нужны какие-то дополнительные слова, потому что музыка будет сказано гораздо больше, чем можно сказать словами, но я сегодня хотел открыть такой маленький секрет. Может быть, не маленький, может, как раз, наоборот, очень большой. Дело в том, что информационная музыка, она зависит очень от многих факторов. Если скажем, от настроения, от тех, кто слушает, а от тех, кто собрался на сцене. То есть очень от многих факторов. И без какой-либо специальной ауры, то есть она, конечно, тоже может получиться, но какая она получится, это, в общем-то, сказать, трудно. Бывают, конечно, такие ситуации, что не собираются люди-профессионалы, и есть цель просто что-то сыграть, не зная обратной реакции. Хотя такое редко, конечно, бывает. То есть можно взять, собрать всю свою волю в гулак, все, что когда-либо кто-то знал, все, что когда-либо наработал, соединить это в трио, если есть, в квартит, и попытаться создать какую-то композицию. Скорее всего, даже все это получится. Но чем отличается музыка, которая трогает от той, которая просто звучит, это наличие, конечно, какого-то духовного состояния как у музыкантов, так и у тех, кто слушает эту музыку. И мы заметили, что характерно проявляется, когда наступает такое состояние, то все, кто сидят в зале, они являются не только соучастниками этой музыки, но и каким-то образом объединяются, и мы ощущаем влияние наших слушателей как какой-то единый объект организма, какую-то единую жизнь. И когда все это сливается вместе с той музыкой, которая с нашими мыслями, с нашими какими-то эмоциями, с нашими... вот еще содержанием, о котором мы, может быть, даже не подозреваем, толпы, получается обычно то, что хотелось бы играть с музыкой. Здесь, вот в этом клубе мы играем впервые, но нам очень нравится, чем мы пришли, нам очень понравилась эта обстановка. Дело здесь абсолютно во всем. И в том, кто создавал, видимо, этот клуб, и в том, кто посещает его. И вот наш состав, он тоже сегодня такой немножко необычный, потому что я не буду вам представлять музыкантов так вот, в общем, титул музыкантов, потому что я думаю, что если вы пришли на этот концерт, а реклама была в интернете, наверняка вы все наши титулы знаете. Я вам просто скажу про какие-то человеческие качества, может быть, и почему мы собрались вот в таком трио и решили вот поиграть. Ну, с Хелен мы знакомы уже, как вчера выяснилось, с 10 лет. Я стал перебирать вышедшие альбомы, хотел взять с собой что-то на концерт, и вдруг обнаружил наш дуэт с 2004 года. Думаю, о, интересно. Хорошая годовщина. С Виктором знакомы примерно столько же, но, в общем, сотрудничали немного поменьше. И здесь дело еще в том, что у нас у всех абсолютно разные корни музыки. Но это, скажем так, в данном случае нам, для нас, вот мы считаем, является очень большим плюсом и представляем для нас же опять очень больший такой серьезный интерес. Как, например, Виктор, он одним из первых играл старинную музыку в Санкт-Петербурге и вообще по всему миру. Причем не так, как вот взяли ноты, поставили и сыграли эту саму музыку. То есть все гораздо было серьезнее. То есть он знал истоки, знал, как эта музыка игралась. Очень серьезная подготовка. То есть нам всем даже, наверное, и трудно представить. Даже мне. То есть когда вот он что-то рассказывал после концерта, ощущение такое, что мы находимся в какой-то другой эпохе совершенно. И я, конечно, не знаю, как Виктор сам относится к этому направлению, потому что, кроме этого, у него очень много других направлений. Он и композитор, и пишет музыку для кино, и работает в совершенно различных жанрах. Но вот его чувство, ощущение этой старинной музыки привносит какой-то такой покой и стабильность, какую-то базу, с которой очень приятно вообще ощущать ее и делать какую-то настройку. Про Хелен я хочу сказать, что можно говорить очень много, но я скажу кратко. То есть есть люди, которые умеют делать что-то невероятно хорошее, какое-то добро совершенно незаметное. То есть я даже представляю, что после концерта мне Лена скажет, ну, ты преувеличиваешь. Но это действительно так, я ничуть не преувеличиваю. И сегодня мы попробуем, мы даже специально решили не договариваться о том, как мы будем играть, что будет происходить. Будем ли играть? Вот что значит старинная музыка. С паузой ведь тоже музыка? Да, паузу мы тоже будем играть. Очень постараемся, потому что без паузы действительно очень. То есть музыка получается другой. Поэтому то, что сейчас произойдет, оно будет таким плодом совместного переживания всех окружающих, всех находящихся в этом помещении. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА Вот почему могут привести отношения двух мужчин и одной женщины в присутствии большого скопления народа. Но в музыкальном смысле. Он не говорил ни о ком другом. Алексей, мне бы хотелось посвятить что-нибудь нашей милой, замечательной Томин-исканту. Попробуем с ее участием ей посвятить. И мы, наверняка, ее попросим, чтобы она нам все повыдала. А, ибо. А, ибо. Томин-исканту. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА Я знаю теперь, как там делать посвящение. Дорогая, пьи, пожалуйста, себе какой-нибудь подарок. И возьми мою золотую карточку Deutsche Bank. Мою? Ну, мужа, естественно, с дырельной. Это уже нет. Это уже нет. Возьмем мою золотую карточку. Свою. А, свою. Это себе подарок. Это себе подарок. Какой хочешь. Слушай, мне очень понравилось. Когда последний? Извините, я уже даже забыл, что мы на публике. Простите. На публике уже ушла, поэтому оставить все с вами. Я уже забыл, что Whew!" Лиа Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Это означает только на других языках Меркл Чудо А почему не Вандер? Потому что чудо Потому что другого отчего Ну не Стиви Вандер, а просто Вандер Спасибо большое вам, друзья, что были с нами сегодня Мы в определенном смысле сегодня вспомнили много тем, которые вы узнали Помнили, когда вы узнали Ну конечно, потому что Потому что, как говорил Глинка, музыку сочиняет народ, а мы композиторы Правильно? Ну безо еще проще Музыка сочиняет народ, а мы композиторы Спасибо большое Спасибо